Газовая плита обязательно раз в год должна проходить техобслуживание. Теперь исключительное право на осуществление этого вида деятельности имеет только газораспределительная организация МОСОБЛГАЗ. Техобслуживанием занимаются так называемые газовые участковые. Отличить их можно по сезонной спецодежде и удостоверению с QR-кодом. Отсканировав код с личной карточки специалиста, можно увидеть подробную информацию о сотруднике. Эти меры приняты для защиты от мошенников. Первым делом мастер осматривает конфорки, затем трубы, чтобы не было утечек, и проверяет, есть ли тяга в вентиляционном канале. На какие моменты следует обратить внимание и когда нужно вызвать мастера, рассказали специалисты, которые провели плановое техническое обслуживание в многоквартирном и частном доме. Как правило, некоторые люди заклеивают приточную вентиляцию, либо выход тоже иногда заклеивают обойми, чтобы не мешалось, ставят, как говорится, вытяжки, которые, допустим, не соответствуют оттоку газа. Потом, второе самое глобальное нарушение – это нарушение самовольной замены газового оборудования. Ну и третье нарушение, как правило, это такое самое, когда встречается газовая плита и духовка, ставят через тройник, соединяют. Вот это совершенно неправильно. Запрещается самостоятельно производить газификацию квартиры, перестановку, замену и ремонт газовых приборов, оставлять без присмотра работающее газовое оборудование. ЧП также может произойти из-за неисправности оборудования. Я была на работе, у меня мама была и внучка дома, и мама плохо видела, из-за желания, ту комфорку, как оно, как бы, получился такой хлопок, хорошо успела она, мама, назад повернуть. Ну, конечно, пошли, стекло немного треснуло, и швы пошли, по швам вот так вот пошло трещина у меня. К счастью, все обошлось. Как правильно пользоваться газом, напомнил слесарь технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования Юрий Чечеткин. Открыли кран, зажгли спичку, включили газ, подожгли. После приготовления пищи газ выключили, закрыли кран, окошко для лучшей вентиляции. Если вы почувствовали запах газа, немедленно перекройте его доступ к оборудованию, закрыв кран. Откройте окна для проветривания и вызовите аварийную службу по телефону 04 или 112. Напоминаем, что техническое обслуживание газового оборудования проводится не реже одного раза в год и является обязательным условием для поставки газа. За отказ в допуске газовщиков в жилье и уклонение от заключения договора об обслуживании оборудования предусмотрены штрафы. Ознакомиться с графиком проведения технического обслуживания газового оборудования можно на официальном сайте Мособлгаза.